На улице предхолодовая или холдовая ситуация, а в ряде районов до сих пор у нас батареи холодные, верно в домах туляков. И, честно говоря, обращение жителей с жалобами или с просьбой помочь уже зашкаливает. Поэтому вчера губернатор собирал руководителей и города, и области по этому вопросу. И вот сегодня я попросил у вас собраться, уважаемых представителей управляющих компаний, энергоснабжающих. Ну вот на сегодняшний день, насколько я понимаю, все 150 котельных в Туле запущены. Так, Елена Васильевна? Да. Следовательно, вопрос к представителям ЖКХ, вопрос к тем, кто отрывает заслонку на газе, на электричестве, у нас пока нет. Остается вопрос к вам, к управляющим компаниям, потому что с этого момента вахта ваша. Значит, ваши люди должны бегать по подъездам, по подвалам, по квартирам, спускать воздушные пробки, убирать завоздушенности и так далее, и так далее. Я надеюсь, вы с этим не будете спорить, что это ваша вахта. Ну а если ваша вахта, надо ее стоять по-человечески, как варяг в свое время. Вот и все. Вот, собственно, суть, самое главное, по которой мы собрались. В чем дело, кто мне ответит? Значит, на сегодняшний день у нас стоят 7 домов. Это два дома по металлургу 63, 61А, порыв теплосетей. Один дом по первому проезду металлургу 3, порыв трубопроводу арендатора, арендатор работает, завтра дом будет запущен. Внутренние порывы системы центрального отопления, Токарево 80, Октябрьский 25, сегодня где-то по 18.00 они будут запущены. Ну, Андрей Сергеевич, извините, но вы же предварительно прессовку делали, проверку делали правильно или не делали? Внутренние системы отопления, здесь вот адрес Октябрьский 25, это собственник без согласования с управляющей компанией проводил работу на системе отопления. То есть он сейчас будет своими силами за счет собственных средств устранять протечку. То есть дом был запущен, но он ввиду протечки был остановлен. То есть благодаря одному из собственников весь дом без теплосит? Не всегда они согласовывают с управляющей компанией свои действия. На сегодняшний момент у нас... На штрафуете собственника, тут тоже нельзя. Это уже ваша потеря, и у нас есть собственник. Сейчас, там идет размещение ущерба, уже причинем другим собственникам. Будем решать это в студентном порядке, подавать исковые заявления. Так, очень много жалоб на вашу управляющую компанию. Из 132 домов запущено 116. Так. Пусть по незапущиму 16 домов, 8 до 2,5 из-за причины порыва в квадратских. Радости предсетями вопрос у нас решен. Мы на контакте систематически работаем. Порыва в данном месте нет. Здесь я считаю, что недоработка управляющей компании, и есть какие-то свои подводные течения, которые они не хотят сегодня открыть. Где порыва в квадратах? Ну, что вы на меня смотрите? Я на вас, вы на меня. И вот молчим сидим. Что время тратим? Уточню. У меня светильные такие. Вы кто подожгаетесь? Ванной жилье. А где директор ваш? Не хочет общаться, что ли? Звоните начальнику своему или начальнице, кто от вас начальник. Приглашайте, пока мы сидим, пусть подъезжает. Хорошо. Прям сейчас звоните, пожалуйста. 67 домов. 50, 50. У них пущено тепло. На 17-й ведутся работы внутренние пары. В связи с поздним переходом к домов, передачи, в тех домов, которые оказались... Секундочку. Из 67 домов 17 не пущены. Но ведутся работы. По нормативам оценка кол. Вот людям на самом деле, по большому счету, все равно, чья управляющая компания, кто там начальник, кто власть там, городская, областная. У них реально холодно, дети. Есть. И настоятельная просьба. Я уже сказал, что вы на контакте с людьми. Поэтому, пожалуйста, объясняйте людям, если... У нас народ терпеливый, к счастью. Многие прощают нам ошибки. Но не до такой степени надо, понимаете? Людям в любом случае надо объяснить. Если есть объективные причины, как бы ни было тяжело, сами мы живем в таких же домах и постоянно не можем понять. Но когда это просто раздолбайство и нежелание, скажем так, с ними общаться, как от Мохот назовали их, вот это недопустимо.